Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать мой личный чит под названием Star. Для этого переходим по ссылке в описании на данный сайт. Выполняем очень простые условия. Первое, это подписаться на канал. Переходите, подписывайтесь. Далее возвращайтесь обратно на этот же сайт. Далее заходим на следующее задание. Ставим лайк на видеоролик. Потом с него выходим. Третье, это получается зайти в мой дискорд. Кто еще не зашел, можете зайти. Далее, после этого, выполняем последнее условие. Это подписаться на твич канал. Все, после этого, когда выполнили все условия, обратно возвращаемся на этот же сайт. И появляется кнопочка прогресс to target site. Мы ее нажимаем и нас перекидывает на мой личный сайт по скриптам для роблокса. Вот так он выглядит. Также перед началом убедительная просьба нажать хотя бы один раз или два на какую-то из этих реклам. На сайте буквально побыть 10-15 секунд. И в принципе с него можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт работал в дальнейшем, функционировал, обновлялся. И в принципе все. Ну, я думаю, вы поняли, короче. Далее, что нам нужно сделать. Если у вас нету чита, если он у вас не скачен, перед скачиванием отключите антивирус. Я уже свой отключил, у меня он только один. Заходим во вкладку Exploits. И скачиваем Star либо Splash. Сегодня в ролике показываю, как скачивать Star. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. Нас перекидывает на сайт OxiCloud. Здесь нужно нажать на кнопочку скачать. Выбрать Orvia Browser. Как видите, началась загрузка. Нажимаем еще раз скачать. Все. И у нас скачивается папка с читом. Далее. Нажимаем показать все. Если у вас вдруг заблокировался этот файл, вы здесь нажимаете сохранить кнопочку. И после этого показать в папке. Заходим в эту папку. Далее. Перекидываем папку с читом на рабочий стол. Заходим в нее. И запускаем чит. Все. Как видите, все очень просто и легко. Чит, в принципе, довольно многофункциональный. Здесь есть настройки. В настройках есть 3DLL. На данный момент они все работают. Также здесь пишется, когда было последнее обновление. И если вдруг какой-то DLL не работает, то здесь вот справа будет писаться то, что not working. То есть не работает. Но сейчас все работает, как видите. Также в чите можно поменять цвета. Можно сделать меньше transparency. То есть давайте я вам продемонстрирую. Допустим, меньше transparency сделаем. И нажимаем Apple. Как видите, получается фон стал намного ярче. Можно его, наоборот, затемнить. Если для вас вдруг это ярко. Вот. Можете, в принципе, поиграться с настройками и выбрать для себя комфортный цвет. Ну, то есть затемнение, как оно будет выглядеть. Далее можно поменять цвет строк. Я уж точно не помню, как это делается. Вроде бы как нужно написать в поиске цвета. Сейчас, английский. Цвета для HTML, вроде бы так. Если не ошибаюсь. Или по-другому. Или палитры цветов. Вот, да. Палитры цветов называется. Вот, короче. Далее здесь выбираем цвет, который вы хотите поменять. Допустим, у строк. Ну, давайте, допустим, сделаем их вот таким цветом. Копируем, получается, вот этот код. Далее. Меняем его здесь, в чите. Нажимаем Apple. Как видите, цвет поменялся у строк. И поменялся он везде. В принципе, я думаю, довольно круто. Также можно поменять цвет фона. Вроде бы, если это фон, не ошибаюсь. Я уж точно не помню. Давайте попробуем оранжевый поставить. Посмотрим, что сейчас произойдет. Да, как видите, цвет фона поменялся. Ну, конечно, это выглядит не очень. А, все-таки фон я вам не советую менять, потому что здесь очень сложно будет подобрать вам нужный цвет. Ну, вроде бы стоял серый. В подобии серого какой-то цвет. Давайте попробуем его сделать. Не. Как видите, с фоном фигня какая-то получается. Вот. Ну, можете поиграться с цветами. Может быть, найдете хороший цвет, который будет хорошо смотреться. Обратные я, скорее всего, сейчас уже не верну. Также настройки, кстати, не слетают, которые вы сделали. И перед тем, как что-то менять, лучше сохраните этот код, который был раньше. На. Как видите, настройки, они не слетают, они сохраняются. Давайте потемнее вот такое попробуем сделать. И начнем уже проверять, как чит работает в самом робоксе. Ну вот, да. Что-то наподобие такого цвета было. Ну, ладно. Немножечко придется, конечно, потерпеть этого цвета. Но ничего страшного. А также есть кнопка Bypass Kick Error. Если у вас, короче, кикает с робокса, и вы не можете больше в него зайти, то нажимаете вот эту вот кнопочку. И, по идее, у вас в следующий раз не должно быть киков. Потому что, если у вас кик происходит, в следующий раз вы сможете зайти только через час. Больше у вас никак не получится зайти. Так, ладно. Значит, возвращаемся на сайт. Можете, кстати, через поиск на него зайти. Пишем в поиске скрипт.рб. Переходим на сайт. И давайте выберем режим, на который будем искать скрипт. Ну, допустим, на майнинг симулятор. Зашли, получается, на эту страницу майнинг симулятора. Копируем название. Далее в поиске пишем майнинг симулятор 2. Берем любой скрипт, который вам понравился. Я, допустим, возьму вот второй по счету скрипт. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И, как видите, очень просто получаете скрипт. Далее заходим в Roblox. Можно, в принципе, заранее скрипт ставить в чит. Все готово. Ждем, пока запустится Roblox. Так, и... Не хочет запускаться, что ли, или че? Ну-ка. Ждем. Вот, все, отлично. Получилось зайти. Далее, что нам нужно сделать? Открыть чит. И нажать на кнопочку инжект. И ждать, пока мы с вами заинжектимся. Почему-то сейчас ошибка произошла. Ну, ничего страшного, такое тоже бывает. Заново, значит, заходим в Roblox. И заново нажимаем инжект. Если такое происходит, ничего страшного. Так, все, еще раз нажимаем на кнопочку инжект. И ждем, когда мы заинжектимся. Все. Все. Вот, как видите, сейчас у нас получилось заинжектимся. Отлично. Далее нажимаем на кнопочку Exclude. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Все, в принципе, очень просто и легко. Все, вот он, скрипт появился. Все функции здесь работают. Можно даже это сейчас с вами проверить. Допустим, Automine. Включаем. И, как видите, за меня автоматически скрипт начинает копать. Также можно включить AutoSell. Все. Вот вы сейчас продаете. И опять он вас в это же место тпхнет, откуда вы копали. Как видите, все отлично, прекрасно работает. Ну, ладно. В принципе, на этом буду заканчивать. Функции все не буду показывать. Потому что это видео не по скрипту, а как скачать чит. В принципе, я думаю, все нормально объяснил, все показал. Вы все поймете. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню, что ссылка на него будет в описании. Там очень легко и просто получать скрипты. Также, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи. И пока.